Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, любимые подписчики! Мы приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома Книги. Меня зовут Диля, я ведущая сегодняшней онлайн-встречи. Тема очень интересная. Мы поговорим об истории Средневековья. В гостях у нас профессор Высшей Школы Экономики, писатель, доктор исторических наук, специалист по культуре и искусству Средневекового Запада Олег Воскобойников. Я приглашаю его в прямой эфир. Здравствуйте! Здрасте! Мы рады, что Вы сегодня у нас в гостях. Тема очень интересная. Мы поговорим об истории Средневековья, поговорим о Вашей новой книге «Средневековье. Крупным планом», которая вышла осенью в издательстве Бомбора. И первый вопрос хочу задать такой. Если не ошибаюсь, Средневековьем Вы занимаетесь уже со второго курса, то есть 25 лет. Расскажите, что нас про влияние... Что-то Вы про меня знаете. Конечно. Это наша профессия. Что повлияло на такой выбор, особенно дальше по жизни? Началось все с того, что меня где-то в старших классах свозили в Италию. Я учил итальянский, на дворе был 91-й год, значит, всех тащил туда, за рубеж. Италия была моей первой такой страной. Я там три недели провел. Все это было культурным шоком, конечно, для меня 14-летнего. И при этом я все-таки понимал эту страну. Я по-итальянски говорил. И мы ездили там в Ленеции, в Флоренцию, в Мантуе, жили в Мантуе, в очаге нынешнем, так сказать, вот этого всего. Я, конечно, влюбился именно в средневековую Италию. Ренессансную средневековую. И мне захотелось заниматься Италией. И эта итальянская мечта, в общем-то, сохранилась. И по сей день я считаю себя итальянистом в какой-то степени. И когда я пришел на ИСТФАК МГУ, у меня была идея получить гуманитарное образование такое, заниматься историей культуры. И мне рассказали, что самая приличная кафедра – это кафедра истории средних веков. Там есть итальянисты. И глава кафедры Сергей Павлович Карпов, один из моих учителей, добрых, так сказать, старших друзей теперь, президент ИСТФАК МГУ, он как раз стал тогда деканом ИСТФАКа, вот, то есть как бы начальство итальянистское такое. Учился я у Лидии Михайловны Брагиной, тоже по средневековой Италии. Потом уехал во Францию, доучиваться, как говорится, и там тоже написал диссертацию об Италии средневековой. И преподавал, собственно, всю жизнь разные средневековые материи, полиографию, латыни, просто средневековую историю сейчас, средневековую словесность. Хотя я согрешал с разными другими гуманитарными науками, в особенности с искусствознанием. Вот, и сейчас пишу учебник по истории искусства, но я не могу сказать, что это очень далеко, потому что все равно в Средневековье оно всегда со мной. Спасибо большое за ответ. Может, это покажется глупым вопрос, но все же. Глупых вопросов не бывает. Откуда вообще взялось название средневековое? Почему средние века называются средними? Потому что средние, они посерединке между чем-то и чем-то. Но надо учитывать, что само это слово, конечно, изобретение человеческое, как и все остальное, как античность, как модерн, постмодерн, я не знаю, все что угодно. Где-то между Петраркой и Леонардо итальянцы, вслед за ними, значит, еще интеллектуалы из соседних стран, вдруг поняли, что они оказались на каком-то пороге, при этом это долгий период, в какой-то странной ситуации, когда все их любимые авторы, вся их система ценностей, она где-то далеко в прошлом, где-то там. Но не вот здесь, а вот куда-то туда, на руинах, вот тех вот, видите, там такая старая гравюрка, руины Сан-Паула, Фори и Лемура. Они как бы вдруг ощутили себя, эти люди Ренессанса, повторяю, от Петрарки и до Леонардо, ощутили какой-то такой надлом, что ли, трагическую дистанцию по отношению к античности. Вот. И тогда они сказали, что между нами некий медиум, эвум, да, некий средний век, средние века, да, в которых, ну, как бы такая пустота. Это не значит, что они просто отбросили все это, как темные века, да, это не совсем то же самое. Но они ощутили себя людьми какой-то новой эпохи. Вот. И тогда возникла идея средней экои. А в 17 веке она утвердилась уже как бы в учебниках исторических. Спасибо большое, дорогие наши зрители, пожалуйста, задавайте вопросы тоже от вас, ждём активности. Ну, а следующий вопрос задам я, пока думают на зрители, что же у вас такое интересное спросить. Давайте поговорим о книге. Она написана достаточно простым, понятным языком. Вот мне обязательно быть студентом из фака, можно любому человеку, интересующимся, конечно, предневековым прочесть и всё понять. Вот скажите, сложно было работать над этой книгой, всё-таки у вас есть научные работы? Что сложнее писать? Вы знаете, как ни странно, всё-таки мне казалось легче писать эту книгу, чем научные работы. Хотя я ожидал другого. Мне действительно привычно писать диссертацию, условно говоря. Я написал три диссертации. Одну совсем научную книжку первую, давнюю, потом была такая средненаучная книга «Тысячелетнее царство», она тоже. Были переводы. Я довольно много переводил больших и маленьких средневековых текстов. И это тоже, по мне, вполне такая строго научная работа с критикой текста, с комментариями, с переводческими какими-то решениями, там, это всё неголословно, да. И это, конечно, тексты, ну, которые я переводил средневековые, это не для широкого читателя. Ну, то есть мне самому тяжело читать то, что я сам переводил, понимаете. Я очень горжусь этими переводами, там, или памятники, то есть всё, но, конечно, это не то, что будешь, надо читать. А где-то весной, там, я не помню точно, в мае, что ли, значит, возникла бомбора, вышли на меня и говорят, вот мы хотим от вас книжку, что-то такое про средневековье, такое общее, чтобы всем понятно было. Вот, условия такие, времени вам два месяца, ну, как обычно, так сказать. Вот, ну, небольшую, вот, чтобы она легко, чтобы её можно было, условно говоря, быстрым глазом и за вечер прочесть. Вот, ну, мне так понравилась, в принципе, идея, это настроение было летнее, а не правильно, в правильный момент. То есть если бы они под Новый год с этим пришли, я бы, конечно, их отправила куда-то подальше. Вот, а так, вроде бы, ну, попробую, вот. Ну, лето оказалось холодным, там, в августе бурлил, тут у нас всё, вот. И было как-то не до книги, а сдавать надо было в конце августа. Ну, в общем, я почти всё написал в сентябре, преподавая заодно, в общем, в некотором таком угаре. Ну, вот, мне не очень верят, что можно, значит, так быстро написать. Тут же Сергей Павлович Карпов мне тут, значит, говорит, ну, ладно, рассказывать-то, вы же её 25 лет писали. Ну, и, по-моему, он прав, потому что мы как бы 25 лет знакомы, он знает, он же меня и учил. Более того, там есть, как бы, ну, идеи какие-то, которые почерпнуты из лекций, которые я слушал. Бойцова сейчас декана нашего, Угуревича покойного, и последний, кто слушал лекции Арона, великого Арона, не на Истфаке, на философском факультете МГУ в 94-м году. Вот, есть немножко Аверинцева, которую мы только что вспоминали, с Ольгой Седоковой, там, значит, в другом чате. Вот, есть мои все учителя, мои гуру, там, студенческих лет, и поэтому понятно, что если эта книга вообще читается, надеюсь, что легко, она читается легко, ну, и там, вообще читается, потому что это вовсе не только моё какое-то знание, да, а я попытался, ну, рассказать то, что мне самому дорого, но то, что я воспринял от разных моих учителей, как здешних, так и не здешних. Вот, я, в принципе, человек с фотоаппаратом, всю жизнь фотографирую, поэтому крупный план, поэтому там есть мои фотографии, конечно, может быть, приступ нарциссизма, в смысле, не мои, визиономия моя, а это самое, фотографии памятников разных, да, большого, маленького размера, очень большого размера, даже какие-то ландшафты, пейзажи, вот, и я их иногда описываю прямо в тексте, не просто иллюстрации, а их описываю, то есть они для меня исторические свидетельства, и я представляю себе себя, значит, с пятью тысячами моих, там, читателей, слушателей, ну, например, перед памятником, ну, например, в Сан-Паулу, Фори-Лемура, я еще не помню, есть ли у меня эта гравюра в книге, но, в общем, даже кое-чего из того, что у меня дома бесит, я тоже там опубликовал, ну, устроили гравюры, как бы, это тоже, потому что там виден скелет средневекового храма, как это все устроено, вот, я, понятное дело, на эту гравюру много смотрел, с той стороны, собственно, то же самое, только из алтаря вид, да, я забыл собаку взять с собой сейчас для прикола ради, у меня есть еще собака, не только старые гравюры, вот я представляю себе, что я, как бы, веду такой рот экскурсии, да, и объясняю людям, таким же, как я, но только вот почему-то не учившимся медиевистике 25 лет, да, в принципе, я в этой ситуации оказываюсь часто, ну, не то, чтобы там все время выступаю где-то вне университетских стен, но когда меня зовут, я стараюсь не отказываться, вот, и мне кажется, что это мой долг. У меня такой вопрос, крупный план, это, значит, не вдаваясь в мелкие детали, вы это хотели сказать названием книги? Не совсем, то есть, да, вы правы в том, что я против мелкотемья, такой был советский термин, да, мелочи всякие, да, копаться в мелочах, но я за то, что в каком-то казусе, в какой-то детали можно, как в капле воды, увидеть вселенную, и крупным планом, ну, это такой кинематографический термин, поэтому вначале я там что-то умничаю на тему известного фильма «Антониони». Ну, то есть, вот такое, скажем так, масштабное, я имею в виду, не вдаваясь в какие-то подробности мелкие, которые можно осветить, например, отдельно еще в книге другой. Ну, да, ну, скажем так, вот вы у меня сейчас крупным планом на экране, правильно? Да. Вот, если отъехать, да, то, значит, там будет «Московский дом книги», там еще что-то такое, вот, и как бы тогда стушевываются черты лица, да, но зато мы видим все это вот там панорамно, вот, а когда приглядываешься, то, значит, повторяю, это немножко взгляд через, ну, через объектив, да, зумирование такое, ну, все мы в зуме теперь живем, да, вот, потому что этот зум, он выхватывает, почему так называется, он выхватывает осколок реальности, фрагмент реальности, как, знаете, вот фотограф, он должен видеть мир как-то вот так, да, и, но при этом у тебя все время меняется фокусное расстояние, я пытался это, значит, применить на практике в этой книге, да, постоянно меняя это самое фокусное расстояние. В принципе, я не должен, наверное, это говорить, потому что это само собой должно, разумеется, но раз уж мы тут все свои, значит, я рассказываю, как это было. Спасибо большое, есть вопрос. Вопрос первый, вы бы хотели жить в эту эпоху? Средневековую? Да. Ну, я не уверен, наверное, если бы у меня была машина, чтобы попутешествовать, да, я бы с удовольствием заглянул бы в некоторые, так сказать, моменты, некоторые ситуации увидеть этот мир и пожить в нем, но сесть там навсегда, я не знаю, я вот уже привык ко всяким девайсам, там, кстати, у них не было ни инсты, ни фейсбук, вот, книжки стоили очень дорого. Спасибо. Вопрос тоже по этой же теме, а в каком городе вы бы хотели жить в Средневековье, чтобы ощутить то время? Ну, может быть, в Кельне, в Толедо, в Париже по разным причинам. Ну, это крупные города, конечно, мне хотелось бы жить в крупных городах, где кипела жизнь, где можно было видеть людей разных вероисповеданий, разных ремесленников, клириков, вот. Ну, Париж немножко банально звучит, но потом все-таки я там много времени провел, и бываю более-менее периодически, редко, но бываю. Вот, и я представляю себе эти города в Средние века. Вот. Спасибо. Вопрос следующий. Как получилось так, что в более древние времена, Древняя Греция, Римская империя была сильно развита наукам, а в Средние века будто бы все пошло в упадок. Прахом. Значит, да, вопрос, конечно, такой каверзный и в какой-то степени оценочный. Мы исходим из того, что вот в античности все развито, а в Средние века не развито. Это правильно, наверное, лежат части. Да, действительно, в греко-римской античности существовала мысль, как бы независимая от религии. Ну, независимая до какого-то предела, да, потому что Сократ таки заставил покончить с собой, потому что он, значит, пошел против богов. Но все-таки философия, как независимая от религии, поиск истины в Греции существовал, а в эпоху эллинистических царств стали активно развиваться и, ну, скажем, поздняя классика и эллинизм стали активно развиваться и отдельные области знаний, так называемые техне, да, то есть как бы техники, техники жизни, технологии, там, не знаю, гидравлика, статика, оптика, но заодно и физиогномика, астрология и масса всякого такого, как бы то, что мы сейчас спокойно отправляем по части оккультизма или псевдонауки. Это все было унаследовано Римом, в Риме была своя государственная религия, если ты там, грубо говоря, идол императора поклоняешься, то никто тебя не трогает, занимаясь тем самым делом. В средние века одна религия, один бог, и всякое знание, естественно, должно быть направлено даже не к богопознанию, потому что познать его невозможно, невозможно ответить на вопрос, что такое Троица. Это можно почувствовать, но рационально полностью как бы религиозный догмат, он потому и есть религиозный догмат, что он данность. Ну и, конечно, это вроде как бы тормоз для любой свободной научной мысли. Мы сейчас исходим из того, что мы можем уважительно относиться к церкви, к верующему и так далее, но мы понимаем, что есть верующие, есть другой тип мышления, каждый выбирает для себя. В средние века, по идее, такого выбора нет. Ты либо христианин, либо ты не человек. Но это не значит, что не было знания, что не было науки. И, в общем, это один из таких мифов бытующих, которые мне своей книгой хотелось не то чтобы уничтожить, но расшатать. Во всяком случае, подсказать читателю, что многое началось там. Понимаете, у нас не было бы компьютеров, если бы в средние века монахи не высчитывали праздники лунного календаря еврейского, в том числе Пасху, потому что это заставляло их считать, и они называли это компутус. Компутус. Отсюда компьютер. Летать они не умели, но о том, чтобы полететь, средневековые холасты задумались. В 14 веке, то есть посреди средневековья, в Оксфорде, очень близко, и в Париже, в Оксфорде и в Париже, приблизились фактически к формулировке первого закона Ньютона. Но сформулировал его все-таки Ньютон. Но Ньютон знал латынь и читал, уверяю вас, он не только импирик, он еще читал средневековый схоластический текст и вообще был серьезным экзегетом священного писания. Ну и, наконец, Стивен Хокинг заканчивает свою историю времени той мысли, что вот если мы все это с вами узнаем, то, может быть, мы приблизимся к пониманию божественного замысла. Это современная физика в самой своей популярной такой вот форме. Последняя фраза в этой книге «Малая история времени» с Млодиновым, который написан, то есть из самых популярных наших таких вот научных книг. Вот, так что уверяю вас, дорогие телезрители, что в средние века знания и наука тоже существовали, просто они были другими. А любовь? Можно ли представить в средние века семью, созданную любовью? То есть хотя бы по обоюдному желанию молодых. Да. Такой каверзный, конечно, вопрос, да, потому что, в общем, хорошую вещь браком не назовут, по идее, в средние века тоже. Я там где-то пишу, собственно, что брак, по идее, не имел отношения к любви изначально вроде бы. Но тут дело не в христианстве и не в средневековье как таковом. В общем-то, очень во многих обществах брак по любви это как бы такая особая тема. Он, естественно, возможен, да, но если мы возьмем любую нашу художественную литературу, так сказать, там, не знаю, классическую, 19-го века, 20-го века, то все коллизии, собственно, вокруг того, что какой-нибудь там неравный брак, несчастливый брак, или там она налево, он имеет право налево, она лево направо, все наперекосяк, да, потому что если идеальная семья, то и писать не о чем. Вечно какие-то конфликты, то одни, то другие. Если это все реально, знаете, вот сопоставить и почитать какие-то средневековые истории, там, я не знаю, Ярмах от Тщеславия, или Сагу о Фарсайтах, войну и мир, да, ну, опять все, значит, выбор невесты Эльдостоевского, того же, вот этот идиот перечитал зачем-то, вот еще в Сагу о Сагу о Фарсайтах, но как бы про нас, про грешных, да, опять, значит, делят там эту несчастную Анастасию Филиппову, ну, то ли она всеми управляет, то ли наоборот, значит, она жертва этого всего, и то же самое в Ярмахе Тщеславии, или в Саге о Фарсайтах, но апостол Павел, значит, много писал об отношениях между полами, да, и, в общем, во главе все его, всего его служения апостольского, его, ну, послания в большом смысле, да, всего, что он дал новому завету и новой религии, это про любовь, понимаете, про любовь, про то, что такое семья, что она без любви невозможна, вот, и в средние века об этом вовсе не забывали, просто общество всегда понимали, что семья – это ячейка общества, ячейка этого общества, это как бы общество в миниатюре, и там может быть главная не любовь, а чтобы все это было надежно. Молодежь – это там какие-нибудь 16-18-20-летние люди, что они там понимают в этом? Да, надо им помочь. Ей найти мужа, ему найти жену, и при этом, чтобы вы не были родственниками в пятом колене, потому что, не дай бог, там, значит, ну, как бы табу, у вас будут дети какие-нибудь не такие. Вот. То есть им помочь, как бы хотели. И все это, в общем-то, принимали. Но в 11-12 веке уже там у властителей дум, то есть у церкви возникает, ну, почти на законодательном уровне идея того, что без любви и без согласия обоих участников, да, брак невозможен. Другое дело, как получить это согласие, да, насколько оно искреннее, там, вот, это уже, как бы далеко не всегда можно судить, не вчера, не сегодня. Вопрос из чата. Про реконструкцию. Почему ранняя средневековая живопись технически уступает античности и была местами примитивной? Забыли, как рисовать или канон? Второй вопрос. Ваш любимый средневековый текст. Спасибо. Значит, да, первый вопрос такой хитрый, же, значит, ранняя средневековая живопись уступает. Когда одно искусство уступает другому, да, мы должны, сразу, во всяком случае, у меня возникнет контрвопрос, а в чем именно уступает? Краски менее яркие стали или там что-то? Значит, это все, ну, надо на конкретных примерах смотреть, какое именно искусство, какому именно античному искусству уступает. В тех же Помпеях есть хорошая живопись, есть мазня. Ну, просто, как бы, так нехорошо говорить об искусстве, которое две тысячи лет, значит, просуществовало. Все-таки, да, это древность, да, это свидетельство древности, но искусство, искусство розни и в античности тоже, просто античности, особенно римская античность, да, рабовладельщик, это очень эстетская цивилизация, поэтому вместо обоев в виллах зажиточных горожан в Помпеях явно использовалась живопись. Изображали там театральные декорации, какие-то маски героев, там Троянского, цикл ТСС и прочее такое, иногда какие-то скабрезности, писали граффити на этом всем, да, это что, разве это музей? Это не лувр, это просто их обои, ну, красивые, да, потому что не было таких обоев, как бы, которые можно было наклеить, да, вот, зато были деньги на то, чтобы, значит, все это обеспечить, к тому же половина художников были рабами в античности, да. В средние века все-таки они не рабы, это свободные люди. Мы часто не знаем их имена, но я легко могу вам назвать там с десяток гениальных памятников в Средней Якове. В ранней Средней Якове, да, и ответ сам, он как бы на поверхности лежит, потому что это эпоха варварских завоеваний, да, германских завоеваний. Германцы, ну, конечно, не нуждались в монументальном искусстве, потому что развитое изобразительное искусство, не просто орнаментом, да, а именно такое, ну, иконография, там, какие-то идеи, искусство, наполненное философией, там, или религиозным пылом, это все-таки, ну, цивилизация должна быть просто развитой. И то раннее Средневековье, которое я там кратко описал в своей книжке, ну, совершенно очевидно, что это не про искусство. Но это не значит, что его не было. Вот. Его, конечно, было мало, оно было немасштабным, да, но представьте себе, что Покрова на Нерли, великолепный наш храм, так сказать, свечка такая на могиле сына Андрея Боголюбского, это небольшой, относительно небольшой храм, если сравнивать его с романскими базиликами, которые ставились тогда же на Западе. Это в десятки раз меньше. Не в разы, а в десятки раз меньше, понимаете? И что, нам теперь обижаться, что вообще наше все оказывается не таким уж и всем. Просто масштабы разные, да. А потом был вопрос про до какого любимого Средневекова текста. Ну, как вам сказать, у меня будет банальный ответ, это комедия Данте, потому что это сложнейший текст вообще в европейской литературной традиции, потому что я его читал, не знаю, миллион раз, читал по-русски, по-итальянски, мы в семинаре Ольги Седоковой, замечательного нашего поэта, переводили, сидя в подвале одном божественную комедию, комментировали, обсуждали. Это как бы текст, в котором я живу, хотя я не могу сказать, что я его хорошо знаю. Знать комедию Данте, это все равно, что, я не знаю, знать Улиса Джойса. Конечно, можешь сказать, что ты читал Улиса Джойса, но попробуй-ка перескажи. То же самое с Данте. Ничто, все-таки, ну, ничто с ним не сравнится, во всяком случае, в средневековой традиции. Большой вопрос, что сравнится с ней вообще во всей европейской литературной традиции. Но я также люблю историю моих бедствий Абеляра, которую, надеюсь, перевести заново, хотя это некое дерзновение. Я люблю песни Роландия, пожалуй, люблю тексты Шартерской школы, потому что тоже я эти тексты с друзьями переводил и издал пару лет назад. Это сложные такие тексты на любителя, но тоже очень богатые, философски богатые тексты, которые сочетают в себе и философию, и литературную образность, литературную фикцию. Да, и какой-то там еще третий, по-моему, был вопрос. Нет, все, два вопроса было. Дорогие друзья, я хочу сделать небольшую рекламную паузу, потом мы далее продолжим. Сегодня мы обсуждаем книгу, которая вышла осенью в издательстве Бомбора. Книга называется «Средние века. Крупный план». У нас в гостях профессор высшей школы экономики, писатель, доктор исторических наук Олег Баскобойников. Все, кто к нам присоединился, пожалуйста, проходите по ссылке в шапку нашего профиля. Там вы найдете книгу в интернет-магазине с 15-процентной скидкой. Ну и подарок. Журнал «Читаем вместе» от нас, от Московского дома книги. Двигаемся дальше. Вопросы из чата. Как вы относитесь к исторической реконструкции? Занимаетесь лигию? Нет, я ей не занимаюсь. И слышал о ней даже по большей части из вторых. рук, хотя сейчас я понимаю, что мне бы следовало как-то связаться с кем-то, кто этим серьезно занимается, чтобы понять самопсихологию людей. Мне самому почему-то никогда не интересно было выстроить средневековый замок или поучаствовать в средневековой именно битве. То есть подраться-то я, может, и не прочь. Но не в смысле не ради игры, а, ну, как бы всерьез. То есть единоборство – это нормально. Но реконструировать вот таким, каким он вроде как бы был бы на самом деле, скажем, день при дворе какого-нибудь средневекового графа. Мы делали такие капустники, когда учились на кафедре средних веков в МГУ, на Истфаке, ну, на Новый год, то все, причем мои учителя даже помнят эти наши тусовки, потому что мы вкладывались туда. Вагантов там по ролям читали, Пенни, Флора и Фелид, что ли, я сейчас не помню, да, по-моему, вот, вырядились там во что-то. Ну, все это, конечно, детский сад по сравнению с тем, что, насколько я знаю, настоящие реконструкторы делают. Вот, мне кажется, что это вполне достойное дело, если это никому не мешает, так сказать, никому голову там секут мечом, не дай бог наточенным, то вполне, пожалуйста, вот, это полезная сторона общего такого исторического бэкграунда, что ли, нашей страны, наших людей. А был ли опыт сотрудничества с режиссерами кино и театра? Не, я еще не настолько крут, наверное. Вот, если нас... Поучаствовать в... в каком-то кинопроекте, ну, серьезном. Вот, но мои учителя делали «Имя розы». Ну, знаменитый фильм. Вот, Легов и Шмидт были, это мои учителя. Ну, Шмидт, прежде всего, Легов, так сказать, из старших товарищей. Они знали Умберто Эко, так сказать, Эко, насколько я знаю, фильм тоже не очень понравился. И они мне тоже говорили, знаешь, это, конечно, прикольно все, а другой мой приятель, Жану Дарк, делал, который 20 лет назад выходил, тоже рассказывал. Они, конечно, слушают тебя, но все равно у режиссера, у него своя, значит, идея какая-то, да, и твое экспертное мнение про то, как оно должно было быть на самом деле в средние века или что-то, оно все равно будет художественно осмыслено в зависимости от того, насколько режиссер самостоятельный, да, насколько он творческая личность. Я бы, конечно, многое отдал за то, чтобы, там, я родился бы, предположим, лет на 10 раньше и выступил бы консультантом в «Трудно быть богом» Алексея Германа. Ну, как бы, фильм весьма специфический, как все, наверное, знают, я не знаю, я смотрел вот такие дважды от начала до конца и по профессиональным соображениям, потому что это про средневековье, это один из самых средневековых фильмов, при том, что это как бы про фантастику, да, по Астругацким, но, как все читатели помнят, это происходит в некоем мире, там, инопланетном мире, который не пережил ни Ренессанса, ни просвещения, да, который остался в средневековье. То есть, это опять же сконструированное средневековье, такое очередное, там, пятое, шестое, седьмое, еще какое-то, как бы, там, шестой спутник, у него, может, шестое средневековье. Но некоторые кадры очень средневековые. Прям вот, при том, что я знаю, что для того, чтобы там все время лил дождь, да, он не жалел денег на пожарные машины, которые устраивали, значит, этот дождь. Я понимаю, что все это бутафория, что какие-то вещи, там, чисто гротескные, что вовсе не всех топили в нужниках в средневеках или там, значит, повсюду виселицы. Виселицы в средневеках, это, конечно, тоже, ну, штуковина, которая не на каждом углу стоит. Понимаете? Ну, даже не вешали так много. Вот. И прежде, чем кого-то повесить, они 30 раз подумают, месть может быть такой, что проще все-таки договориться. Вот. В новое время вешали намного больше, да, и более жестоко. Вот. Но, конечно, вот, такой, бергмановского масштаба, там, или тарковского фильма, конечно, было здорово. Спасибо огромное за ответ. Вопросы с чата. Назовите, пожалуйста, имена художников и писателей средневеков, которые, на ваш взгляд, были самыми великими в свое время. Спасибо за вопрос. Такс. Ну, зачастую это условные имена, как бы под вопросом. И ясно, что художники, например, на острове Райхена около тысячного года явно жили два-три совершенно замечательных художников-миниатюристов, которые выполняли заказы двора Аттоновского и его ближайшего окружения и создали пару десятков таких рукописей расписных, что они сейчас под особой охраной ЮНЕСК пребывают. Авторы некоторых витражей Шартра и Буржа пожалуй, тоже гений. Мы не знаем их имен. Но это совершенно невероятно. Именно Шартра и Буржа, потому что вы мне скажете, а где Сан-Шапель? Я вам скажу, да, это классно, но это невозможно скушать. Угу. Вот. Есть опять же у нас нет имен художники, работавшие на двор Людовика Святого и миниатюры, книжные миниатюры, опять же, да. То есть часто великие произведения это не то, что такое там видимое. Ну, понятно, что витражи это для всех. Это самое дорогое, самое престижное искусство. Но Средневековье это культура книги, и книга была почти что магическим предметом зачастую. Ну, то есть Евангелие, которое лежит на алтаре, да, это часть алтарного убранства, орнамента, экклезии, вот, и туда вкладывались лучшие силы художественные, лучшие краски, да, самая надежная рука. Некоторые произведения слоновой кости, да, поскольку слоновая кость стоила дорого, и произведения из нее обладали особым статусом. Тоже лучшие резчики, скульпторы, один и тот же скульптор, мне кажется, мог работать и в большой пластике, и в такой вот миниатюрной, то есть это часто очень маленькие предметы. Какой-нибудь крест, ну, скажем, один такой гениальный крест 12 века я видел в Клойстерс в Нью-Йорке, в Музее Метрополитен, но это средневековая коллекция Клойстерс, она там за 200-й улицей на севере Манхэттена, там на высотах на холме, вот, там есть гениальные произведения, а по именам получается, ну, как вам сказать, Пьер де Монтрёй, строивший там, перестраивавшийся Индени, скорее всего, строившийся Сан-Шапель, великий готический архитектор, вот его имя мы знаем, и он, конечно, судя по всему, был очень талантливым человеком, а так, когда вот имена появляются, тоже, собственно, что-то меняется, и мы можем сказать, что-то Ренессанс, вот, поэтому не так-то много имен. Хорошо, вопрос, который подготовила я, как воспринималась и менялась война на протяжении средних веков? Менялась, ну, менялась, конечно, как вам сказать, конечно, менялись и масштабы, и, ну, одно дело Столетняя война, другое дело какие-то там стычки между германскими племенами или что-то, да, как сегодня, там, ну, не знаю, в 20 веке, ну, одно дело, там, Великая война, да, Великая Отечественная, Вторая мировая, Холодная война, Горячая война, конфликт, местный конфликт, есть даже, ну, как бы, классификация, и на высоком политическом уровне спорят, что называть войной, а что конфликтом, там, недоразумением и прочее, то есть точка зрения тоже важна, да, для всей, для всей Западной Европы Первая мировая война это Великая война, для нас с вами, она не поймет чего, потому что Россия ее проиграла, и называть Великой войну, которую ты проиграл, как-то нелогично, поэтому она для большевиков вообще была империалистическая, для нас как бы Первая мировая, для нас Великая война, естественно, та, которая нам стоила дороже всего, и которую мы, в общем, по счастью, выиграли, да, но повторяя это, опять же, все проблемы в точке зрения, и в этом Средневековье похоже на нас, вот, было право войны и мира, иногда сказанное, иногда не сказанное, значит, казалось бы, Средневековье без конца воюет, вот, и все вопросы решаются силой, а с другой стороны, ты не можешь начать войну, если у тебя нет к тому резонного повода, либо тебя предали, либо тебя позвали на помощь, скажем, итальянские походы германских императоров, из которых возникла сначала Священная Римская империя, а потом много веков спустя и ось между Римом и Берлином в 20 веке, фашизм, нацизм, вот эта вот ось, это же Райх империя, в 1000 году все то же самое, но как они сами, средневековые люди, ну, мыслители, описывали, вот какой-нибудь тиран, там, очередной тиран, и церковь, церковь обратилась в лице своих кардиналов к герцогу Саксонскому, который был благочестивый, еще такое свято преданное делу, так сказать, римской католической церкви, его вызвали, и он приехал, навел там порядок, всех, кого плохие, значит, всех казнил, потом кого-то помиловал, и, в общем, все стало хорошо, то есть война может быть справедливой, беллюм юстум, это все на латыни называлось, справедливая война, вот, она может быть только в защиту церкви от внешних или внутренних врагов, она не может быть, например, в защиту какого-то там народа, да, это редко говоря, то есть понятно, что воины, то есть знать и король, они защитники своей земли, но ты не можешь начать войну в защиту народа, потому что в системе, в шкале ценностей есть что-то более важное, как ни странно, да, есть, ну, спасение, что ли, да, спасение души, коллективной души, и вот за это самое коллективное спасение души ты граф, ты герцог, или ты король, действительно должен радовать, сложнее все с крестовыми походами, конечно, но я боюсь как бы сейчас влезать, если только не будет какой-то конкретный вопрос, крестовые походы, это как бы, да, война, но особого типа, вот. Благодарю за ответ, у нас вопросы сейчас, скажите, пожалуйста, есть ли на ваш взгляд современный фильм или современная художественная книга, где хорошо передана атмосфера эпохи средневековья, спасибо. Спасибо, да, я как-то об этом выступал на эту тему где-то про средневековье в кинематографе, вообще вся история кинематографа по крайней мере с 1910 года, с первых экранизаций комедии Данте, постоянно возвращается к средневековью, то есть между первыми этими экранизациями и трудно быть богом в средневековье то там, то сям, значит, выскакивает. Фильмы, откровенно, бутафорские, как бы, да, с массой условностей, скажем, по трилогии Вальтера Скотта, сейчас забыл режиссёры, но они оскароносные такие, вокруг 50-го года сняты, цветные такие, красивые, там, значит, это Квентин Дорвард, Айвенга, вот это дело, про Артурские, значит, рыцарей круглого стола, всё такое вот, рыцарь, красивое, там, Лив Тайлер такая, невозможная, там, вот, красавица, вот, классно, и чуть позже, значит, снята седьмая печать Ивана Бергмана, 57-го, если я не ошибаюсь, года, кто-то совершенно не про то, совершенно другое, филологически очень точный фильм, это действительно средневековье, вот, но не потому, что Бергман был там крупным медиевистом, нет, просто он, для него реконструкция была серьёзным художественным приёмом, в этом фильме и в «Девичьем источнике», снятом вскоре. Ты не понимаешь, где происходят действия ни того, ни другого фильма, более того, там есть аберрации такие, анахронизмы, например, в том, что в «Седьмой печати» рыцарь возвращается из крестового похода и находит страну, завоёванную чёрной смертью. Маломальски знающему, так сказать, фонологию человеку, ясно, что чёрная смерть в эти 1340-е годы, а крестовые походы вообще-то закончились с падением Акры в самом конце 13-го века. Соответственно, он не мог этот рыцарь вернуться из крестового похода, он откуда-то ещё мог вернуться. Но художник, каковым являлся Игнмар Бергман, он идёт сознательно на вот это вот смещение временных планов ради чего-то ещё. Правда Средневековья, с этими кострами, она гротескна, но она выразительна. Она что-то говорит о нас самих. Они играют в шахматы со смертью, и это наш разговор со смертью, это наши Достоевские вопросы. Потому что он сидит там, значит, чеш-трепу и задаёт смерти страшные вопросы. А есть Бог? А как это вообще всё возможно, то, что здесь происходит? И трудно быть Богом тоже, значит, это вроде как не про Средневековья, но там кое-что можно узнать. Ну и, наконец, пожалуй, Ланселота Озёрный, Брессона, Жанна Дарк, Теодора Дрейера. Ты не увидишь там реалий Средневековых, но это очень про Жанну Дарк. Это великий, очень красивый фильм эпохи авангарда, да, это 20-е годы, он немой, но это великолепно сыграно, это и сам Рене Фальконетти. Толкин был сам медиевистом, филологом-медиевистом, издавал Средневековый роман, он мало чего сделал в науке, но, по счастью, написал великолепные сказки. Это христианские сказки, это Средневековье, опрокинутое в некий сказочный мир, но Средневековье, опрокинутое не сказочником, ну, не Джон Роулинг, а все-таки медиевистом, который понимает, что он делает. Вот, и я читал уже во взрослом возрасте это все дело в переводе Владимира Муравьева, в красивом переводе, ну, кусочки по-английски тоже читал. Я читал также комментарии Толкина к Беовульфу, его перевод на английский, Беовульфа, средневекового английского эпоса. То есть, я очень хорошо понимаю, вот как Толкин создавал этот свой сказочный мир в виде, что творится с Европой, две войны, там прочее. Вот, это великий христианский эпос. И режиссер, грешен, делом я забыл, как звать режиссера великого фильма, конечно, мне стыдно, должен знать, может, кто-то сейчас подскажет, опять говорят, попало. Режиссер вчитался, вдумался, и сам, мне кажется, тоже проникся средневековой атмосферой, в таком широком смысле, что ли, сказочной средневековой атмосферы. У него не было задачи показать это как средневековье, но это мир, все равно мир, который он там показывает, это мир без электричества, повозки, но не кареты, это мир рыцарей, лошадей, хоббитов, каких-то чудиков, мурдалаков, там, значит, чудовищ, ангелов, ну, тоже эльфы, понятно, что это как бы ангелы, спустившиеся на землю, но все-таки смертные или почти смертные, ну, как бы вот эта вот амбивалентность эльфа, который вроде как бы бессмертен, но они же погибают там, вот, это все очень по средневековому, вот, поэтому, вот, подскажет, что Питер Джексон снял Толкина, я много раз смотрел этот фильм с обоими моими детьми, вот, и я бы сказал, что из крупных фильмов это как раз то, что вас, вам средневековое подскажет, и последнее, это вот я упомянул Энцелота Озерного, этого, Брессона. Мне кажется, что это фильм, снятый под впечатлением от конкретного литературного произведения «Смерть Артура», Томаса Мэлори. Если вы возьмете на себя труд в литпамятниках вот такого Тамина, 800 страниц, про всех этих Тристана, Изольду, Энцелота и прочее, прочесть, и потом посмотреть этот очень странный фильм, да, то кое-что в средневековое вы поймете. Вот. Фильм странен темно, потому что там вообще нет музыки. И эти рыцари, они ходят и лязгают этим железом, как на них, значит, висят тела, то они как идиоты ходят все время в латах, что, конечно, полный бред. Никто в латах никогда не ходил. Это неудобно. Они, значит, ходят все это вот у них здесь зажато. Даже, значит, в Энцелот к своей этой Гвинивере там такой печальный, значит, приходит, чуть, простите, не в постель к ней ложится в этих своих латах. Ну, это же, как бы, понятно, что это, ну, не так, да. Но зато это художественно осмысленно, да. Отсутствие музыки это по-своему, ну, тоже такой месседж нам, да. Он что-то нам хочет этим сказать, что средневековье это не про ля-ля. Это жуткий мир, да. Вот. В чем-то даже, может быть, мир безнадежный. Ну, и мне, как бы, такой кинематограф дороже, чем всякие эти разлюлии, понимаете. У нас, к сожалению, Олег, время эфира ограничено, Инстаграм, поэтому я хочу задать несколько вопросов и уже будем прощаться. Вопрос такой. Вы преподаете историю искусства. Скажите, пожалуйста, как это помогло вам в написании книги? Хороший вопрос такой. Я как-то сам себе его не задавал, пожалуй, потому что это для меня немножко две разные. Я, конечно, пишу об искусстве тоже, сейчас пишу учебник именно по общей истории искусства, но для меня это две такие иногда враждующие области моих интересов, потому что все-таки у них разные задачи. Я читаю не специальные курсы по истории искусства, а просто вводный такой курс для разных специальностей экономистов и историков. Ну, фактически один тот же курс. Там проходим какие-то произведения искусства, мы их описываем, анализируем, делимся там мнениями, пишем эссе, я их проверяю, там мои ассистенты учебные тоже проверяют. иногда у меня пишут курсовые работы, даже дипломные работы по искусству и по музыке диссертацию одна ученица написала по средневековой музыке. Помогает это, наверное, только тем, что я на средневековье смотрю, потому что искусство это просмотреть, просмотреть. Ты смотришь, ты что-то видишь, что-то понимаешь и подыскиваешь слова для того, чтобы это описать. Книга моя, это последняя книга про средневековье крупным планом, она, в общем, не про искусство, там очень немного про искусство, и пока никто особо не хвалил мои эти страницы, где говорится об искусстве, потому что это про жизнь, про людей. Искусство это некая такая, знаете, вот красивая такая вишенка на торте, там, я не знаю, крем, вот некий слой такой, да, а правда жизнь, она далеко не всегда такая эстетическая, да, эстетская. Вот, поэтому я себя в чем-то даже останавливал, да, мне вот надо было описать, как там дом устроен, или как они там на войну ушли, при чем здесь искусство? Да ни при чем. Вот, но когда я как историк вот реконструирую реально какую-то ситуацию, да, я пытаюсь ее себе как картину. представить, да, увидеть ее, вот они идут, или они сидят, или что-то делать, и описывают картину, точно так же, как я описываю картину Джорджона или кого-то. Ну вот, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос камерзный. Еще вопрос, как проходят ваши сейчас лекции в новой реальности в высшей школе экономики проходят онлайн-лекции? Ну так, ну как вам сказать, я фонарел, конечно, как все мы от онлайна, я предпочел там сидеть в зале, людям в глаза посмотреть, а так что, так сказать, слава богу, мы с вами друг друга видим, идет некий диалог. Да. Вот, а так все-таки мне кажется, что это довольно условная штука, нам тут ректор вышки объявил на ученом сайте, что все, вообще ништяк, дальше будем городу и миру вещать, там на нас сто тысяч человек будет высокобойненького смотреть, вот, ну я не очень во все это верю, потому что я понял из этих моих, значит, онлайн-лекций, нормально сидят, ребят слушают, вопросы задают, вот, но я из этих лекций понял, что человек, зараза, существует все-таки социальное и нуждается в нормальном человеческом общении, и я, в общем, всем нам желаю здоровья и возвращения в нормальную какую-то ситуацию. Увидимся оффлайн, знаете. Абсолютно с вами согласна. Ну и последний вопрос традиционный, какие вообще у вас планы на будущее и как проводите время на карантине? Пью, горькую. Нет, ну как-то провожу, вообще работаю столько, что даже фильм посмотреть не удается, потому что я сначала сел, вот начался карантин, сел быстро писать учебник по истории искусства. Он, скорее всего, будет называться лекциями, потому что нормативное знание, то, что у меня, получается, ну совсем никак не похоже. Вот. Ну, мне как бы давно хочется что-то такое сказать совсем не только о Средневековье. Мне хочется выйти за его рамки, но при этом оставаясь все-таки худо-бедно в рамках моей гуманитарной специальности. Вполне возможно, что будет еще одна книжечка в Бомборе, во всяком случае, мы об этом договорились, но пока не буду раскрывать секретов, это про искусство. Вот. И немножко в более отдаленной перспективе я надеюсь написать историю средневековой латинской словесности литературы. Вот. По каким-то текстам, которые литературным и окололитературным текстам, короче, по словесности именно латинской с какими-то вкраплениями, там, не знаю, старо-французской, старо-итальянской, средневерхненемецкой, но прежде всего латинской, потому что у нас очень мало об этом знают, и таких книг даже на Западе очень мало, вот мне как бы хочется восполнить лакуну. Это на ближайшие лет пять. Ну, мы желаем вам удачи и ждём вас у нас в Московском доме книги на площадке на Новом Арбате. Там есть ещё один вопрос, если есть желание, можете ответить на него. Последний вопрос, да? 1975, 1975. Повторите, пожалуйста, автор труда «Смерть Артура». А, «Смерть Артура». Томас Мэлори. Это скачивается сейчас легко, это старый литпамятник 1975 года. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня у нас была встреча с профессором высшей школы экономики, писателем, доктором исторических наук. Олег Воскобойников был на прямой связи с Московским домом книги. Мы обсуждали его замечательную новинку «Средневековье крупным планом». А эта новинка представлена в нашем интернет-магазине с 15-ти процентной скидкой, поэтому, пожалуйста, проходите в шапку профиля, по ссылочке вы найдёте эту книгу и покупайте её в подарок журнал «Читаем вместе». Благодарим всех за участие. До новых встреч. Олег, спасибо вам большое, удачи. И вам, да. Спасибо. До свидания. До свидания. Тоже берегите себя. Спасибо.